В Павлодаре чествовали учителей. Были награждены как ветераны педагогического труда, так и молодые специалисты. Всего 8 номинаций. Наша съемочная группа тоже побывала на торжестве. День учителя – большой и светлый праздник. Самое время поблагодарить педагогов за их тяжелый труд и неоценимый вклад в наше общество. Чествование открылось поздравлением заместителя Акима города Светланы Гладышевой. Уважаемые педагоги, в этот прекрасный, знаменательный день выражаем огромную признательность за ваш труд. Мы благодарны нашим педагогам-ветеранам, которые прожили всю свою сознательную жизнь, воспитывая своих учеников. Пусть здоровье всегда будет крепким, жизнь будет долгой, сильной и счастливой. Дипломы, статуэтки и денежные призы получили более 60 учителей и воспитателей. Нагрудного знака «Ибрай Алтынсарин» удостоилась Маржанда Иргалиева. Уже третий десяток она обучает поводарских школьников красноречию. Пошла по стопам своей мамы. Выбор был не случайным. Мама была педагогом, тоже учителем русского языка. И, собственно, даже не было, наверное, каких-то долгих мыслей, долгих раздумий, кем я буду. Для меня учительство – это судьба моя, наверное, это образ жизни, это то, с чем я живу уже, еще раз повторюсь, 27 лет. Это то, что я нужна обществу, нужна детям, родителям, коллегам. Я рада, что нахожусь сегодня, еще раз говорю, что нахожусь в своей профессии, уже можно сказать, как рыба в воде. Пока родители на работе, играют, кормят и укладывают в спать их малышей работники детских садов. Бакы Джусуповна, руководитель детского сада, также стала номинантом честования. Она посвятила воспитанию дошколят ровно 30 лет. Для нас это, конечно, значимо, потому что мы воспитываем детей, мы воспитываем подрастающее поколение. И когда нас приглашают, такое ощущение, я просто не могу свои эмоции передать. Я когда еще была маленькая, ну, играли мы в игры. Но я всегда брала тетрадку, ручку, и я была всегда учительницей. А учителя у меня были хорошие. Я брала с них пример и всегда хотела быть учителем. А учителем года в этот раз стал Айбек Камиль. Он обучает полудовских ребят, а зам информатики уже 16 лет. У моих учеников много достижений. На городских, областных и международных конкурсах они занимали призовые места. Думаю, именно поэтому я выиграл в номинации. Я считаю, что получить эту награду – это большой успех для меня. Также в канун праздника были отмечены 8 школ за достижения в 53-й городской спартакиаде. На страницах книги «Золотых имен» появилось три имени ветеранов педагогического труда. Честью удостоились методисты отдела образования города Шулпан Нурахметова, бывший директор «Ясли сада» номер 82 Татьяна Шульга и бывший директор школы имени Макпалеева Дабултай Серегбаев. Анастасия Ешьев, Евгений Олейник, Ертесок парад.